Карьера атлетов направлена иногда на единственный, но главный старт в жизни. Выступление на Олимпийских играх становится апогеем, а затем, добившись результатов, многие теряются в мире без спорта и катятся по наклонам. Трагедии спортсменов, ставших олимпийскими чемпионами, смотрите в этом видео, не переключайтесь. На Олимпиаде 80 в Москве в эстафете 4 по 100 бежал 21-летний советский спортсмен Андрей Парковьев, сумевший на последнем этапе вырвать победу у конкурентов, поднявшись с 4-й позиции в промежуточных результатах на первое место. Разрыв между золотом и сербром составлял всего 0,07 секунды. Казалось, у спринтера впереди блестящее будущее. Однако триумфа не случилось. Парковьев, наделенный от природы талантом, стал пренебрегать тренировочным процессом. Но даже при нестабильной подготовке Андрею удавалось обойти коллегу по команде и вырваться в лидеры. С годами зависимость от алкоголя нарастала. Останавливала лишь мечта об Олимпиаде в Лос-Анджелесе, на которую спортсмены с СССР не поехали. В состязаниях «Дружба 84» Парковьев бежать отказался. После этого занять призовые места на международных соревнованиях у спринтера не получилось. В 1987-м спортсмен травмировался. Олимпиада 88 состоялась без него. И к удивлению легенды спорта, на его место пришли другие спринтеры. А советская эстафетная четверка выиграла. Парковьев заявил о завершении карьеры. Спринтеру предложили место тренера в войсках, расположенных в ГДР. Жена отказалась ехать с мужем. Подала на развод и забрала сына. Вернувшись на родину, Парковьев спешил к ребенку. На жена не предупредила отца, увезла наследника отдыхать в Сочи. Жить в одиночестве атлет не видел смысла. Не справившись со сложной ситуацией, спортсмен дважды совершил попытку самоубийства. Последнее привело к жизненному финалу. Сибирский силач Трофим Ломакин по признанию коллег по команде обладал звериным чутьем и чувствовал, возьмет ли он вес. Его талант открыли в армии, где самородка отправили заниматься штангой. Тренироваться Трофим не любил, но на армейских турнирах и стал. Международный триумф был отложен на посевоенные годы. На играх в Хельсинки сила новичка не осталась без внимания. Ломакина сделали советским героем. Однако природная лень мешала развиваться дальше. Свободное время тратились на компании с желающими выпить. Зависимость от алкоголя развивалась стремительно. На таланте атлет продолжал успешно выступать на крупных соревнованиях. Между тем на игры в Мельбурне спортсмен так и не попал, поскольку прямо перед отъездом ушел в запой. А затем развилась белая горячка, из которой его вывели за три дня. После приступа Ломакин удрал с базы и отправился обмывать выданную форму. Спустя четыре года на Олимпиаде в Риме силач попробовал реабилитироваться за провал, но его обошел Аркадий Воробьев и Ломакин сдался. Карьера оказалась завершена. Легенда спорта отправилась мыть золото. Спустя пять лет его осудили за контрабанду. Затем всплыли подробности о штангисте, который спился и избивал жену и сына. В июне 73-го тела Олимпийского чемпиона обнаружили возле стадиона юных пионеров. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате падения, в котором спортсмену помогли. По неофициальной версии, атлет стыал ненадежным человеком и мог сболтнуть лишнее, или, возможно, нашел редкий самородок, ставший лакомым куском для злоумышленников. Стайер Владимир Куд запомнился двумя золотыми медалями на играх в Мельбурне. Хотя попал в большой спорт в возрасте 22 лет совершенно случайно. Бегун с легкостью выигрывал соревнования флота, где его и разглядели тренеры сборной СССР. Успех атлета объяснялся силой воли, когда во время службы в армии Куд зимой ежедневно бегал 20 км в трусах и майке. Не завершить такой марафон на грани жизни и смерти было невозможно. Спустя два года после начала профессиональных тренировок Куд стал чемпионом СССР. Годом позже покорил Европу, затем последовала череда мировых рекордов, а кульминацией оказались игры 1956 года, на которых спортсмен затмил остальных представителей сборной. В процессе восстановления после игр у атлета обнаружили повышенную проницаемость капилляров в ногах. Бегун сдался не сразу и на морально волевых тренировался до 1959, а затем оставил спортивную карьеру и стал работать тренером. Личная жизнь не заладилась. Бегун пополнел, стал топить горе в алкоголе. К трагедям спортсмена, изменившегося после завершения карьеры и перенесшего инсульт, добавился отказ советского руководства пускать Куца в качестве тренера на игры Мюнхене. Устав страдать от несложившейся жизни и мучивших болей, Владимир Куц принял снотворное, запив его бутылкой коньяка. На момент смерти легенде спорта было 48 лет. Четырехкратный олимпийский чемпион конькобежец Евгений Гришин пришел в большой спорт в трудные послевоенные годы. За плечами оказалась судимость за кражу продуктов со склада и сомнительные связи с криминалом. А в 20 лет неожиданно появились успехи в спорте. Гришин стал первым в истории конькобежцем, прошедшим дистанцию в 500 метров менее чем за 40 секунд. Мировой рекорд также был установлен на дистанции в 1500 метров. Середину 50-х и 60-х назвали эрой Гришина в конькобежном спорте. Повторить былой успех двух предыдущих олимпиад на играх в 1964 спортсмену не удалось по нелепой случайности. Наехав на песчинку, коньком он едва не потерял равновесие и стал вторым, что больно ударило по самолюбии Гришина, не умевшего проигрывать. Спустя еще 4 года появились новые фавориты олимпиады, оставив конькобежца на 4 позиции. В 37 лет атлет завершил карьеру и перешел к тренерской деятельности. Появилась тяга к алкоголю. О своей трагедии спортсмен позднее откровенно рассказывал в автобиографии и признался, что пытался завязать волевым усилием. Зависимость от спиртного привела к распаду семьи. Однажды сгоряча конкобежец продал олимпийские награды, о чем жалел всю оставшуюся жизнь. Ремиссия наступила после кодирования. В июле 2005 года Евгению Романовичу стало плохо. К нему приехала скорая. Но помочь легенде спорта уже было нельзя. Евгений Гришин умер от оторвавшегося тромба. Борец Шамиль Сериков стал олимпийским чемпионом на играх в Москве. За уникальную технику боя и легкость, которую он разбрасывал с соперников, ему дали прозвище Нуреев на ковре. Однако его путь на Олимпиаду оказался непростым. В прессе с подачи бывших лидеров сборной СССР намекали, что свое место атлет получил незаслуженно. После Олимпиады Сериков мечтал о карьере тренера и был готов поделиться спортивным мастерством с воспитанниками. Не случилось. Отказ атлета ехать на бам с группой спортсменов приравняли к предательству. Сериков исключили из сборной и фактически лишили семью средств к существованию. Борец укасал. Часто травмировался на тренировках. Затем появилось дрожание руки, которое олимпийский чемпион стеснялся. Спустя два года после триумфа на играх он вернулся в спорт. Но победа уже не доставляла былой радости. Три года Сериков почти тайно проработал в спортивной школе города Копчагай. Ему пообещали должность в сборной и приличную зарплату. В Москве выяснилось, что место занято. Личная трагедия спортсмен заставила искать ответы на вопросы на дне стакана. А затем Шамиль Керимович добровольно ушел из жизни. Лучший советский вратарь середины 80-х Евгений Белошейкин уже 18 лет стал голкипером сборной СССР. В клуарах его называли Новый Владислав Третьяк, победитель чемпионата мира 1986-го и золотой медалист Европы сезона 86-87-го прошлого столетия встретил Олимпийские игры в Калгари на зрительских трибунах. Досадное падение на тренировки и последующий перелом стали преградой к дальнейшим успехам. Команда на играх 88-го выиграла золото, но перспективному голкиперу советского спортивного руководства так и вручила заслуженную награду, хотя в составе сборной он был включен. Пропущенный сезон обернулся еще и личной драмой, жена подала на развод, не желая жить с посредственностью, а затем отец Олимпийцы погиб от рук бандитов. Пережить горе помог алкоголь, забои были частыми. Когда Белошейкин вернулся в спорт, образумить его было невозможно. Уговоры тренеров оказались неэффективны, лечение не помогало. В одном из светлых промежутков голкипер взялся зоум и даже пробивался в команду НХЛ, но тяга к спиртному оказалась сильнее желания играть в хоккей. Канадцы, видя перспективы вратаря, были готовы помочь, но и в них опустились руки. Трагедии преследовали спортсмена, его выгнали из сборной. Мать не смогла жить рядом с сыном, который выносил вещи из дома. Затем догнали грустные мысли о недостигнутых высотах в хоккее. Началась депрессия. Судьба однажды улыбнулась вратарю, и он удачно женился, но с тяга к спиртному так и не справился. В 33 года Евгений Белошейкин покончил с собой.